Небольшой бассейн, большие победы. В Чебоксарской школе номер 45 планируют научить всех школьников плавать и воспитывать новых чемпионов. Построенный в прошлом веке вместе со школой бассейн уже устарел. В этом году благодаря инвестиционной программе появилась возможность реконструировать его за счет средств республиканского бюджета. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ В 45-й школе каждое утро начинается с зарядки. На сегодня она особенная, праздничная. Спустя почти 8 лет здесь открыли долгожданный бассейн. Красную ленточку вместе с высокими гостями перерезала и гордость школы, чемпионка Чувашии по художественной гимнастике Елена Васильева. От старого бассейна здесь ничего не осталось. Помещение даже частично подверглось перепланировке. Строители заменили плиты перекрытия, внутренние инженерные сети, установили новую скатную кровлю. Совершенно новое покрытие, новая чаша, новая вентиляция, новая очистка воды. Там есть и механическая очистка воды, и химическая очистка воды. Пахнет озоном. Заметили, да, как там хорошо пахнет? Вода голубая чистая. Самое удивительное для меня вообще впервые было видеть это водный пылесос. То есть бассейн чистят пылесосом. Вообще все великолепно. Кроме этого появились новые помещения для раздевалок, для мальчиков и девочек со своими туалетными комнатами. Первыми счастливчиками, кому повезло окунуться в приятную голубую воду, оказались ученики четвертого класса. Мне очень понравилось. Только хочется, чтобы два раза в неделю был бассейн. У нас в три раза в неделю проходит физра. И один раз на улице, один раз в зале, один раз будет в бассейне. Думаю, что будет все хорошо и все научатся плавать. Этого подарка ждали не только ученики и их родители, но и учителя. В школьном расписании урок плавания появится у всех. С первого по одиннадцатый класс. Сказать, что мы воспитываем радость, это, наверное, очень мало. Восемь лет отсутствовала работа в бассейне. Это целое поколение пропустило уроки плавания. Но мы будем делать дифференцированный подход каждому учащемуся. Определенная программа более увеличенная будет, она тем, кто работает, уже умеет плавать. И тем, кто только обучается, с ними будет другая программа. Дети скучать на руках не будут. Учителя физкультуры уже составили план на будущее. Научить плавать каждого ученика. А затем освоить и спортивную аэробику в воде, и синхронное плавание. Галина Титарчук, Александр Петров, Республика. Галина Титарчук, Александр Петров, Республика.